И начнем выпуск самого обсуждаемого события дня, расширенного заседания правительства с участием президента. Касамжамарда Тукаева цитирует как отечественные информагентства, так и зарубежные. Глава государства потребовал вернуть незаконно выведенные из страны финансы, причем инструменты, как это сделать, необходимо представить в течение двух месяцев. Также президент акцентировал внимание на решении энергокризиса и строительства АЭС в Казахстане. Не обошел Тукаев стороной сегодня и социально острые вопросы. Вновь были затронуты проблемы низких доходов населения и слабой поддержки бизнеса. Айгуля Монтаева о месседжах правительству, требующих скорейшего решения. И снова о наболевшем, о доходах населения. Почти миллион казахстанцев зарабатывают ниже прожиточного минимума. Проще говоря, живут за чертой бедности, особо отметил президент на расширенном заседании правительства. Тогда как на сайте Бюро над статистикой красуется обновленная среднемесячная зарплата 268 тысяч тенге. Иллюзией назвал эти данные президент. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счет улучшения экономики, а за счет социальных трансфертов. Немало людей, которые живут только за счет социальных пособий и пенсий. За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80% до 67%. А социальные трансферты выросли с 17% до 29%. Возмущения граждан по поводу низких зарплат вполне обоснованы. И нужно об этом говорить открыто, считает президент. Непростой назвал ситуацию глава государства в Мангустаусской области, где возобновились протесты рабочих. Проблему должны решать не только Акимат, но и кабинет министров совместно с фондом Самрук Казына. Нужно внимательно относиться ко всем требованиям работников. Их законные права и интересы должны соблюдаться. Необходимо наладить конструктивный диалог с руководителями профсоюзов и руководителями тех компаний, работники которых выходят на митинги. Нужно правильно и доступно пояснять все принятые решения. Нельзя, чтобы проблемами загружен был только Акимат. В тяжелой ситуации сейчас и бизнес, особенно малый, доля которого на рынке внушительная, почти 90%. Президент поручил нацпалате Атамикем поддержать мелких предпринимателей, освободив их от членских взносов. Картина, когда предприниматель бегает за Акимом, в поиске поддержки должна кануть в лету. Пришло время поменяться местами, говорит глава государства. Зачастую именно Акимы пресекают и тормозят предпринимательскую инициативу. Надо срочно прекратить такую неразбериху. Поставить четкую задачу Акимам районов. Следует обязать их ежегодно создавать не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Теперь мы изменим способ работы. Предприниматели не должны бегать за Акимом. Наоборот, Аким должен стремиться к привлечению инвесторов. Бизнес же, в свою очередь, не должен злоупотреблять поддержкой. Удачный антипремьер – алматинский рынок Алтынорда, прослывший на весь регион своими перекопчиками. Сегодня на этом базаре закупаются почти все жители региона. И потому порядок там нужно навести как можно скорее. Два месяца для работы дал чиновникам президент. Раньше хоть была какая-то разница, а сейчас нету никакой. Цены высокие. Картошка 290. Это нормально? Это ж ненормально. Раскритиковал Тукаев работу чиновников по субсидированию арендного жилья. С саботажем и нерасторопностью он назвал то, что программа со ставками 50 на 50 таки не заработала. С прошлого года некоторые предприимчивые госслужащие из идеи социальной пытались создать очередную кормушку для крупных строительных фирм. Президент поручил создать специальную платформу для регистрации материально нуждающихся и сделать выбор жилья свободным, а не там, где решит Акимат. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те субсубподрядным компаниям хорошо известны. От государства с социально уязвимым категорием граждан будет выплачиваться субсидия в размере 50% от арендной платы. А высвобожденные деньги с семейного бюджета будут тратиться на другие нужды – продукты, образование, медицину. Еще одна острая проблема – энергетическая. И пока что мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств, заявил Тукаев. Конечно, свою ложку дегтя в ситуацию внесли так называемые серые майнеры. Кстати, против белых государство ничего не имеет. Но в том случае, когда есть лицензия и тарифы адекватные. А пока текущая ставка – один тенге за киловатт в час – для добытчиков криптовалюты в условиях энергокризиса ничтожно мала. Поэтому совсем скоро налог для майнеров увеличат. И вновь вернутся к вопросу строительства АЭС на юге страны. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции. А ведь нужно прямо сказать – без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику. Не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам по зарез нужна электроэнергия. Причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. О коммунальном рабстве неожиданно для всех высказался глава антимонопольного ведомства. Тот факт, что услугодатели сегодня на рынке по пальцам с честь не новость. И имена их тоже известны. Вынуждены смотреть одни и те же телеканалы, пользоваться услугами по обслуживанию лифтов, а по обслуживанию домофонов, кабельной канализации Казахтелекома. Нет доступа для того, чтобы масштабировать различные роды бизнеса, связанные в первую очередь с IDTV, с доступом независимых интернет-провайдеров. Частная монополия гораздо хуже, чем государственная монополия. А и государственная монополия не уступает по своей вредности частной. Почти три часа продлилось первое расширенное заседание Кавмина с участием президента в новом году. И это говорит о том, что вопросов, учитывая последние события в стране, накопилось немало. Во главе, как и прежде, человек и его благосостояния, повторил президент, а в условиях тотальной коррупции и низких доходов о реальном благополучии простых граждан крайне сложно говорить. Тех же результатов, к примеру, президент не увидел в реформировании госзакупок фонда Самру Казана. Все эти годы там обогащались одни и те же компании. Кроме того, президент намерен вернуть в страну деньги и активы, которые были выведены незаконно. На это у правительства есть два месяца, чтобы предоставить свои предложения. Айгуля Монтаева, Замат Саметов, Бахатпек Нуртаев. Присодействитель радиокомплекса президента. Итоги дня.